Ну а духовные успехи как? Растем? Кстати, первое, второе, третье, ну в основном первое послание Иоанна, оно как раз является такой лакмусовой бумагой, бумагой по поводу нашего духовного рода. То есть у нас будет возможность не просто изучить это послание, а просто себя проанализировать в свете слов Иоанна. Вы знаете, я много лет, скажем так, не читал, вернее не то, что не читал, не вникал, и особо не имел желания разбираться с первым посланием Иоанна. Знаете почему? Потому что когда я первый раз его прочитал, я понял, что я не соответствую всему тому, о чём там написано. То есть это просто стало страшно, и первое прочтение произвело, скажем, такое удручающее во мне состояние, потому что что не читаю, всё про меня, в негативе. В негативе, да. И только спустя много лет я теперь понимаю, насколько это благословенное, насколько прекрасное послание, которое, в принципе, оно должно производить в нас не огорчение, а радость и викование. Мы об этом будем с вами говорить. Но если кого-то что-то и огорчит, то как Павел пишет, я поначалу думал, что зря я вас огорчила, а теперь понимаю, что очень даже хорошо, потому что это произвело у вас что? Какое старание, какое стремление, какое желание, да? Вы видите, когда он обличил корейскую церковь, он говорит, чем вы хвастаетесь, у вас такие дела позорные, да, что в мире такого нет, а вы варитесь там. Ну, это произвело действие. Человек изменился, слава Богу. Ну, давайте немножко поговорим о каком-то описаниях. Внимательно читайте, задавайте вопросы. Поухаживаю за вами. Спасибо. Инженерное прочтение 1 Иоанна. Да, сейчас я все объясню. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». Это цитата из 1-го послания. И вот в течение этих трёх недель, ну, в общем-то, мы на первое послание с вами затратим две недели, а второе и третье мы как раз поместимся в третью неделю. И вот за эти две недели мы будем чётко и ясно для себя представлять. «Имеем у нас Сына Божьего?» «Имеем у нас». Если имеем, значит, имеем жизнь вечную. Если не имеем, нет у нас жизни. Вот это имение или неимение определяет небитрейский институт. И даже непринадлежность к поместной церкви. По-моему, я говорил, когда мы общались с вами по поводу теории эволюции, что списки церковные и списки на небесах довольно сильно отличаются. Поэтому давайте приложим всё старание для того, чтобы действительно испытать себя, посмотреть правде в глаза, ну и плюс к этому иметь благословение от тех откровений, которые Господь нам даст. Вы видите, что цель курса, во-первых, научиться определять первоначальный смысл посланий и находить практическое применение духовных истин в современной жизни. Читать Библию просто оторванной от жизни и от себя нет смысла никакого. Она написана не для того, чтобы её просто читать. Она является руководством к действию, она является руководством к жизни. Поэтому мы таким образом будем строить наше изучение. Не просто кто написал, когда написал, чего там написал, зачем, ну выучили наизусть стихи, ну и хорошо, что дальше? И что с этим совсем делать? Важно, чтобы всё это было применено в нашей жизни. А если это будет применено в нашей жизни, мы сможем достать это из сокровищницы нашего сердца и что ли? И кому-то другому дать, да? Донести. Потому что дать мы можем только то, что есть у нас. Чего у нас нет? Ну дать минут. Второй пункт цели — это проанализировать, как я уже говорил с вами, своё духовное состояние в свете слов Иоанна. Стихи на запланинах. Они весьма короткие, для вас это не составит труда. Поэтому, как мы договаривались и при первой нашей встрече, учите, когда хотите, как вам удобно, в любой последовательности. Для меня это не имеет никакого значения. Но в течение этих, по первому Иоанна, естественно, в течение двух недель, да? И остаётся там всего один стих на последнюю неделю. Поэтому уж как вы там распятелите? Как бы рассказывать вам? Нет, рассказывать не надо. Просто в один из дней напишем... Допустим, на этой неделе напишем половину. На следующей неделе половину. И останутся одно... Второе Иоанна 9, по 11 и на третьей неделе. Со стихами я не думаю, что у вас будут проблемы. Они легко запоминаются, ничего там сложного нет. Что касается, от вас ожидается ежедневное прочтение первой Иоанны. Я специально засекал время. Я читал, насколько возможно, вдумчиво. Не особо там исследуя, по параллельным местам никуда не ходил. Просто читал, вдумываясь в текст. Двадцать минут. Двадцать минут. Но я вас уверяю, что к концу второй недели, когда вы будете писать тест, вы скажете спасибо, если вы это будете делать в течение двух дней. Скажите, можно за оставшееся время, когда вы уходите с института, найти двадцать минут, чтобы прочитать программу? Я думаю, можно. Но уверяю вас, это произведёт своё дело. Потому что Слово Божье какое? Живое и действенное. Оно проникает. Иоанна. Оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него. Всё обнажено пред отчаяния его. И мы дадим отчёт. Так что, пожалуйста, с сегодняшнего дня начинайте. Нам легче будет общаться, легче будет всё это понимать. Ну а что касается оценок. За оценки не переживайте. Это не самое важное. Хотя, конечно, они влияют на степень. Но всё-таки не об этом переживайте. Тест будет один? Один по первому иоанну, и один по второму и третьему. Два теста будут. В конце второй недели будет. И потом в конце третьей недели. Тут можно написать, что в конце второй недели. Это имеется в виду процентов тестов. Оценки, которые вам будут выставлены. 70% это только вы напишите тест. Тест. Ещё раз. Один тест в конце другого недели. А другой тест в конце третьего. Так. Я уволю. Я уволю. Так, так. Вот, вот, вот. Ещё вопросы есть? Спрашивайте. Спросите. Лера, ну как вы жили всё это время? Как вы жили всё это время? По-разному. Мы же на самом деле сейчас расскажем. По-разному. По-разному. Это мы в кино педали? А? В кино одному педали. Цена недели? Сегодня. А сегодня. Сюда. Другую. Чему поясню? Дороги. Думайся. Возилию спать. Нет, с Илюшей не будет спать. За Машей, за дочкой скучит. Поэтому расскажет. Нет, правда. По-разному. Сказать, что все такое белое и пушистое, в общем-то, если так брать плоскости духовные, конечно. Бог никогда не проигрывает, все хорошо. Если брать местные перестрелки, по-всякому бывает. Проблема не в том, сколько ты битв проигрываешь. Главное выиграть войну. Правда? Красная армия, вот сколько отступала? Больше двух лет, правда? Немцы до Волги дошли. Ну, если брать что-то позитивное из этого, да? Потом сделала рывок и победила. Поэтому по-разному. Что по-разному? Нам всегда хочется побыстрее. Чтобы все было побыстрее. Вот буквально завтра, послезавтра. И бывает, когда ты прикладываешь максимум усилий, или хотя бы не максимум, но все-таки прикладываешь усилий и ожидаешь результата, а его нет, да? Ну, иногда приходит, скажем так, грусть уныне. Может быть, у вас по-другому. Я за вас могу порадоваться. Ну, в общем, все хорошо. Дело в том, что насаждающий и поливающий есть. Всего Бог взращивающий. Но нам же хочется, чтобы наливались усаждающий. И это тоже что-то значит. Да? Мы все пытаемся к нулю единичку подставить. Вот от этого и огорчение. Вот не получается. А мы все лепим к нулю единичку. Благосное время. Это что вы с нами до конца? Вы же еще у нас по-другому. Ну, в смысле до конца этого. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 На недельный курсы тоже идут. Нет. Нет. Май начинается. Неделя в мае и все. И все. А потом увидимся. Будем живы на выпуск молока. Нет. Неделя в мае. Ну да. Это по второму. Нет. У нас мае упаковка. Нет. Мае упаковка. Нет. Мае упаковка. Так. Петради готовы. Ручки готовы. Если хотите, можем практиковать так. Помните, как в школе. Наставили ручки. Написали, написали. Написали. Если хотите, будем делать зарядку. Без проблем. Без проблем. Ну, начнем с чего. Я хотел бы вас спросить, как правильно вообще толковать или комментировать в послании. Как правильно строить изучение любого, в принципе, любого текста любительства. Не умничать, правильно. Ну, не умничать. Ну, попроще. Ну, попроще. Ну, я понимаю. Ну, попроще. Для тех, кто набор не будет. Вы написали, что здесь научиться определить в волшебный смысл. Ну, 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 ну. Не, особенно уже. С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуус, особенно игнорированный, которые нам унестили так, да? Да. Ну, сначала надо узнать. С канона было написано, где события тогда происходили. Для чего оно было написано? Убодрить или обличить? То есть, эти все события, отлично, у кого оно очень не очень хорошо. Угу. Это очень очень нормально. Угу. Да, хорошо, Настя. Ну, как я бы сказать о контексте, о том, что нужно стихи смотреть в контексте, там, главы, всё, послание и вообще всё. Угу. 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 События очень удобно руливают, ну, когда было написано какие-то обстоятельства. Ну, и культура. Угу. Это очень важно. Потому что некоторые образы или термины на наше время нужно перефразировать как-то нашим образом. Да, да. Это правда. Я не знаю. Тут вас устраивает так, что мы будем рисовать, в принципе. Видно? Поискрыть. Поискрыть. Поискрыть, да? Вы знаете, в прошлый раз от нас делали. А на нас не беспокоимся никто. Хорошо. Ещё да. В какой-то момент перевода. В какой-то момент перевода, да. Ещё. Всё. Мы сейчас говорим об этом послании? Вообще. Это принцип. Он применим ко всем посланиям. Ну, вот Вы задали нам читать текст, и мы его были, получается, изучать, когда мы будем читать. А надо будет, наверное, для себя разбить его на другие месте. Чтобы потом как бы всё это дело запоминалось лучше. Любой объём информации, он всё равно делится на какие-то пункты. Правильно ты говоришь, брат, вот насчёт разбивки, когда у нас закончится сегодня занятие, то у Вас уже будет на следующие дни домашнее задание, которое очень Вам поможет потом в процессе чтения. Поэтому мы его, конечно, обязательно сделаем. Но не в плане там смысловых как-то отрывков, а просто мы сами проведем это исследование. Очень хорошо, что Вы перед этим изучали Эльминетику, Загезию. Это хорошо. То есть у Вас сейчас будет вот такая практика, да? Хорошо. Почему так много христианских течений? Ну, Библия одна. Ну, столько церквей, ну, столько различных оттенков во всём. Скажу тебе. Мысли разные. Ну, потому что люди хотят принести своё человеческое понимание, накладывают своё учение и не смиряются перед Словом Божьим, где те Словы, которые Бринство Божиало, они это всё измиряют. Мысли, да, хотели сделать как лучшее, а получается, как всегда, ну, чтобы… Вот такой фарисеев получал, что они вроде бы соблюдали закон, но для того, чтобы соблюдать тот закон, они добирали ещё что-то. Вот. Это как бы один момент, который я подумал, а второй то, что иногда мы смотрим на Писание и видим то, что хотим видеть, а не то, что надо писать. Ну, ну, каждый человек как себе Иисус представляет, ну, именно, в зависимости от того, какой этот сам человек. Если человек активно представляет от Иисуса такого активиста будет, если это более подспокойный человек, то он вас принимает от такого учителя философа. И если этот человек становится главной церковью, он пытается культуру, этику церкви подогнать под словами представления Иисуса. И дальше уже идут… Угу. 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 Да. Спасибо. Очень хороший комментарий. Я бы просто сказал, человек хочет создавать себе рабочее место, не только себе, но в своих потоках. Он хочет что-то добавить, как бы, выйти в историю и таким образом, как бы, еще преобеспечить своему ярмарку, свою поддержку. Дмитрий Геннадьевич дал нам очень интересное объяснение вот этому вопросу о определении первоисточников. Вот на чем основа, допустим, конфессия или динаминация, краеучение. И практически у всех есть какие-то или комментарии, или толкования, или какие-то описания старцев, предания, в том числе, как у Корисеев. Да, да. И это никакой проблемой. Потому что даже у Апостола были свои какие-то равногласия равна четыре. Вот так. Ну, он ничего подсутствует. Подсутствием ничего не будет. Но самая главная проблема является разделение. То, как раз, о чем он родился на своем счете, как он помедил. И люди берут и вырвают стихи из контекста, добавляют в историю. Свои причины не получаются. И все. Да. Хорошо, что мы понимаем это все. Вы знаете, когда правильно понимаешь ответ на поставленный вопрос, то сразу степень ответственности намного увеличивается. Потому что, помните, Иисус говорит, если ты знал и не сделал, бит будешь много. Если сделал, но не знал, бит будешь меньше. Да? Поэтому, чтобы нам не быть битыми, будем стараться следовать этой самой цигезе и... Хе-хе-хе-хе. Ерминой футбол. Да. Действительно, проблема всех людей без исключения. Без исключения. Без исключения. Это просто вот такая особенность человека, кстати, человека падшего. что каждый на своей волне, каждый по своему все это понимает. И есть, ну как сказать, выстроенная вообще система жизни у каждого человека, вот о чем строим его. И любая информация, которая попадает к человеку, она даже, скажем, против его желания, особенно на уровне подсознания, она начинает просеиваться. И то, что, скажем, подходит к его образу мышления, то, что его устраивает человека, да, всех нас, меня, вас, мы это что? Мы это принимаем, мы за это хватаемся, нам это приятно. Если что-то, какая-то информация, она идёт вразрез с тем, к чему мы привыкли, сразу идёт отторжение. И независимо от того, правильная эта информация или уникальная, истинная это или неистинная. Вот сразу автоматически мы это отвергаем. Почему и сказано, Павел говорит. Кто думает, что он всё знает, на самом деле он ничего не знает как точно. То есть, если человек себе дал установку, что он уже во всём разобрался, всё он понимает, то практически ни духовного роста, ни вообще какого-то роста в жизни такого человека не будет. Есть другая крайность, когда человек во всём сомневается. Агностики тоже. Те, которые во всём сомневаются, истины как таковой нет. Есть какие-то понятия, у каждого своя истина, до что и поехало. Это тоже неправильно. Истина есть, она существует. Ещё одна проблема, которая касается даже не столько этого мира. У него и говорить-то нечего. Даже среди христиан Библия на словах является непререкаемым авторитетом на словах. Но на деле совсем бывает по-другому. И когда мы читаем Слово Божье, то нам нравится читать то, что нравится, и мы более невольно пытаемся пойти те места, которые не вписываются в контекст нашей жизни. В контекст нашей жизни. Я приведу вам простой пример. Вот у нас в сумах, в сумах, в сумах. Значит, бьёмся по поводу того, чтобы обязательно на изучении юблейского... Христиане максимально стараются они в воскресный день прийти, слава Богу. Но чтобы и изучение юблейское тоже, по большому счёту, не особо отличалось от воскресного дня. Ну, за редким исключением, если у человека какие-то там расстоятельства или с работой что-то не получается. Я говорю, да, 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 да. Но когда дело доходит до дела, оказывается... Сейчас огороды же сажат. Ну, мы же только что читали. Не заботьтесь о завтрешении. Мы же только что читали с вами, мы только что разбирали. Мы говорили о том, что ищите, приезжите Царство Божье, и все кивали головой и говорили, да, конечно, надо искать прежде Царство Божье и правду Его, и всё остальное нам приложится, да. В среду увидимся. Огород же надо сажать. Ну, огород надо сажать. О чём это говорит? Это не люди мирские. Это христиане. Надо сажать огород? Конечно, надо. Кто говорит, что его не надо сажать? Надо сажать. Но почему? Почему именно в среду, когда есть изучение, тебе нужно ехать именно в среду? Почему? Задай себе вопрос. И когда говоришь, ты понимаешь, что тебя что? Не слышат. Тебя не слышат. То есть вот даже по взгляду видно, что человек смотрит через тебя вот туда. Да. Но при этом кивает. Вы думаете, что когда в зоопарке слон стоит и хоботом вот так делает, он со всеми согласен, да, про горячего? Или всем здрасте говорит? Да. Слюбленный. Так вот, давайте помнить о том, что мы с вами не исключены. Если по поводу какого-то вопроса у вас есть уже сформировавшееся мнение, устоявшееся тем более, и если это мнение приемлемо для вас, то не так легко покоряться истине Божией, не так легко уберянуть. И порой в руку святому приходится вот эту стену неприятия, ну, много месяцев, а может быть даже лет, подкапывать основание, пока она ухлит. И это при условии, что человек все-таки желает знать истину. Что касается первого послания Иоанна. Принцип тот же самый, изучения. Нам очень важно понимать, по какому поводу, зачем, зачем Иоанн написал это послание. По четвергам в церковном помещении проходят встречи межконфессиональные. Это уже длится много-много лет. Ну, а поскольку я, по большому счету, в гостях там, да, то мне это не особо нравится. Ну, проходит уже много лет, с десяток лет. Собираются христиане из разных конфессий. Там и баптисты, там и пятидесятники, там и субботники. Ну, кому хочется, тут и приходить. В принципе, в принципе. Ну, может быть, оно в чем-то есть позитив, что люди учатся, скажем так, общаться, независимо от того, что по каким-то вопросам есть диаметрально противоположные точки зрения. Но иногда, приходя туда, послушать, я каждый раз ловлю себя на мысли, что время потрачено впустую. Почему? Потому что система такая, что вот место какое-то для списания на следующий раз разбирается, или какой-то вопрос, да. И потом, допустим, человек двадцать сидит, и каждый минут пять имеет возможность выразить свое мнение. Дорогие мои, такого понаслушайте, я вам передать не могу словами. Я другой раз не выдерживаю. Я говорю, подождите, откуда, с какого потолка вы это взяли? То есть вот просто берется вопрос, берется местописание, и начинается натягиваться на это местописание идеи. И, по-моему, настолько бредовые, другого слова не могу найти, что просто сложные. И воочию видишь и понимаешь, что происходит вообще в христианском мире. Вот почему тысячи и тысячи церквей. И даже каждая поместная церковь одного братства и то имеет свои оттенки, и имеет свой дух, и имеет свое какое-то направление. Поэтому давайте постараемся все-таки докопаться сначала до истины того, по какому поводу оно было написано. Зачем Иоанн писал его? Зачем это продиктовано? Вообще ни одно послание, ни одна книга библейская она не написана просто так. Не написана. Представьте себе, что масса писаний, как ветхозаветных, так и новозаветных, не вошли в канун библейских. Не вошли. Сказать, что они какие-то все еретические, вот прям откровенно, ересь какая-то, нет. Есть весьма полезные, назидательные послания, но они не вошли в канун. Почему так принципиально, Дух Святой подошел к тому, чтобы в Слове Божьем было только то, что мы с вами имеем. Каждое послание, каждая книга, она является, по большому счету, ответом на какую-то проблему, ответом на какую-то ситуацию. То есть это желание Бога дать людям ту информацию, которая поможет им что? Справиться с проблемой, увидеть себя и сделать правильный выбор. Никакая книга не написана просто так. Например, берем «Бытие» первые две главы. Зачем они написаны? Какую цель Бог преследует, когда Он поместил в Своем Слове «Бытие» первую и вторую главы? Как создавался? Он не вдаётся в подробности. Это не научный трактат. Но Бог дал людям на все века чёткое понимание и определение, что в начале я сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста. Я на ней в каждый день створил и приводил её в такое идеальное состояние. Это мне понравилось, что она в таком прекрасном состоянии. Вторая глава, в принципе, о том же. Но во второй главе Бог уже вводит очень важную мысль. Какую? В принципе, она повторяет первую главу. Только последний шестой день в ней более так расширен. Но там есть очень важное замечание, которое Господь вводит в текст. Он не вдаётся в подробности, сколько Адам жил в раю. Он не вдаётся в подробности, сколько он там без жены был. Девять, два, месяц, неделю, год. Но Он говорит что-то очень-очень важное во второй главе. Что Он говорит во второй главе? Нет. О семье Он говорит. Ну... О семье, да, там пророчество в конце есть. О церкви об этом, да. Но... Очень важная мысль во второй главе. Ну что, заповедь я знал этого? Да. Да, брат. От всякого дерева в саду ты будешь есть. От дерева, да. От знания добра и зла не ешь от него. Не ешь. Потому что в день, который ты вкусишь, смертью умрёшь. Смертью умрёшь. Третья глава рассказывает о том, как всё это произошло. Мы не знаем с вами, сколько раз змей беседовал с Ерой. Может быть, это не один раз происходило. Но вопрос не в этом. А знаете, чем люди занимаются? Они чаще всего тратят силы на то, чтобы вот то, что Бог не написал, и то, что, по большому счёту, не имеет большого значения. Вот бы интересно, вот как там. А какой это змей был? Сколько у него лап было? А что там? А как это он говорил? Овец. Вот их это интересует. Многих интересует, знаете, у Адама был пупок или нет? А как вы думаете, был пупок у Адама или нет? Ну откуда я не знаю, если он не рождался? Да ты что? Ну я думаю, так. У меня просто подружка была, яка меня этим вопросом выъедала постоянно. Подивися, постоянно Адама и Ева рисуют с пупком. Откуда они пупок, если они не рождены? А я говорю, это их рисуют с пупком. А я думаю, что может ли быть пупок, если они не рождались? Ну я так подумала, я так сказала. На этом мы и разошлись. Мы можем потратить 3 недели на рассуждение по поводу того, был у Адама пупок или нет. А мог и быть. Бог там его и сделал. Скажите, вам от этого как-то холодно или жар, жар от того, был пупок или нет? Может был, может не был. Я думаю, нет. Ну какая разница. Просто вот думаю, что был для того, чтобы... Поддержать. Ну чтобы всё было как у всех, да. Думаю так. А может быть и нет. Но люди на второстепенное обращают гораздо больше внимания, чем на то, что очень-очень важно. Очень важно. И так вот, каждая-каждая книга. Из ветхого завета. Какие вы книги уже проходили? Царство. Царство. Ну вот какая цель написания книг царств? Первая, вторая, третья, четвёртая царств? Ну какая цель? Опыт, вы не знаете, когда не было, в голове, в голове, в голове, в голове, в голове, в голове. То есть для нас это что? Наглядный пример. Налево пойдёшь, коня потеряешь. Направо пойдёшь, стоп потеряешь, там прямо пойдёшь. А Господь говорит, не обманывайтесь. Я поругаю им, что не бываю. Что посеете, то и пожнёте. Поэтому и Павел пользуется Ветхим Заветом. И он говорит, а всё, что было писано прежде, написано нам что? В наставлении. Чтобы мы утешением из Писания сохраняли надежду. А в другом месте, он говорит, это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на злое. Каждая книга имеет свою цель. Так вот, что касается первого послания Иоанна. Это одна из последних книг, которые вошли в канон. С достоверностью сказать, когда она была написана, очень сложно. Разные изменения. Но то, что мы можем узнать, это то, что Иоанн написал в конце своей жизни. И то, что эта книга, в чём сходится большинство исследователей, она была написана в Ефесе уже в последние годы жизни Иоанна. И разбежность, разбежность из того, что я видел, начиная с 1985 года и по сотый год, пока Иоанна не видел. Ну скажите, для нас имеет такое принципиальное значение, когда она была написана? Стоит ли спорить из-за того, что вот они говорят? В 90-м году говорят, не-не-не, в 92-м. Кто-то говорит там, в 95-м. Каждая свои доводы какие-то приводит. Ну, по большому счёту. Мы понимаем, что к концу жизни написано, да. Для этого есть обоснования. Мы видим, что послания эти были написаны в Ефесе. Знаете почему? Есть исторические послания учеников Иоанна, которые, ссылаясь на него, показывают истинность этого послания и когда оно было написано. Но мы вернёмся ещё к этому вопросу. Но самое главное – это зачем, по какому поводу написано первое послание Иоанна. Откройте, пожалуйста, книгу Захарии. Третья глава. Пророк Захария, третья глава. И вот первый, второй стих. Давайте прочитайте. «Показал Он мне Иисуса великого Игоря, стоящего перед ангелом Господом, и сатану, стоящего по правилам, чтобы противодействовать им. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший его с нами. Не головня ли он исторнутой земли?» Спасибо большое. Вот в данном случае, благодаря тому, что это записано, у пророка Захария. Иисус в данном случае – это первосвященный. Великий Иерей – это первосвященный. На то время, когда Захария – пророк, в то время Иисус, его зовут первосвященника, зовут Иисус. И какую картину нам Бог открывает и показывает? Что первосвященник стоит перед кем? Перед ангелом Господним. Но рядом кто? По правой стороне. Зачем он там стоит? Как бы противодействовать. Откройте Евангелие от Луки, 10 главу. Евангелие от Луки, 10 глава. Ну, давайте прочитаем с 17 по 20 стих. Открывайте, пожалуйста, Евангелие. 10 учеников возродились с радостью и говорили – «Господи, и бесы поревнуются нам во имя крови». Он же сказал им – «Я видел сатану, вспадшего с неба, как у него». «Вот даю вам власть наступать на зли, и скоплю вам за всю силу врагу, и ничто не повредит вам. Однако же этому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». «По какому поводу сатана спал с неба?» Нет, ну понятно, да. Ну вот давайте мы теперь эту ситуацию, которую Иисус описывает, вот Он открывает этот момент, вот на Захария с вами прочитали, какое мы с вами имеем чёткое представление, что происходит вокруг нас. Круг нас – духовный мир, да? И что в этом духовном мире происходит? Идёт борьба. То есть мы идём, проповедуем, и никто на это никак не реагирует. Мы молимся, и никто нам не мешает. Мы читаем Библию, все довольные небеса рукоплещут, да? Есть те, кто радуются за нас, но есть те, которые что? Со злобой и ненавистью. И чем больше ты вторгаешься на их территорию, то тем более ты ощущаешь что? Противодействие и противление. Вспомните, что написано в Откровении 12 главе? «К вам радуйтесь небеса». И что там написано? «Горе живущим на земле». Почему? «Потому что к вам сошёл дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся время». Нам нужно это зафиксировать и всегда держать в памяти, что ни один из наших дней, самый прекрасный день, самый безоблачный, самый благословенный день не проходит без противления со стороны сатанинского мира. «Пока не закончится вся эта история, до последнего дня верующему человеку будут противостоять духи злого правительства». Почему мы об этом говорим? Спокойно ли Сатана смотрел на то, что на земле появилась церковь? Спокойно ли Сатана смотрел на то, что в Пятидесятницу произошло? Чудесное событие. День рождения церкви. Сошествие Духа Святого. Великолепно, чудно всё. В первый же день, после проповеди Петра, что три тысячи душ человеческих обретают спасение и становятся наследниками Царства Божьего. Нам не описывается, что там происходит в этом Духовном мире, но есть достаточно мест Писаний, которые показывают, что Духовный мир обязательно реагирует на то, что происходит на земле. Сидел ли когда-либо Сатана с ножа руки? Никогда. Могу вас уверить, что он не усталит. Ему не надо есть и пить, ему не надо, по большому счету, спать, отдыхать. Он в этом не нуждается, потому что он Дух. У него достаточно энергии. Проблема только в том, что ему приходится метаться по всей земле. В этом проблема. Но у него достаточно слух. И не только в Духовной сфере. У него достаточно слух и среди людей. Что первое Сатана сделал, чтобы противостоять церкви? Чтобы остановить ее рост? Что он первое сделал? Вспоминания. В самом начале с семьи. Не-не-не, мы за церковь уже говорим. Гонения. Гонения. Учились гонения. Гонения. Изданные из-за правы. Раскоп. Раскоп. Смешивал правду с неправдой. Да-да-да. Смотрите. Первым инструментом в его руках были кто? Люди. Ну, люди, да. Лжи-учителя понимаем, мы об этом будем еще говорить более детально. Но, кем он в первую очередь пользовался на самом начальном этапе Ростной Церкви? Кем? Не столько властью он пользовался. Он пользовался кем? Он пользовался фарисеями, книжниками, первосвященниками, сандукеями. Мы вот читаем книгу «Деяния», эту историю, и мы видим, что первый инструмент в руках сатаны – это были иудействующие. Именно через них он пытался остановить Рост Церкви. И если брать историю гонений, то первые гонения были не от Рима. Первые гонения кто устроил? Царь Ира. Ну, вообще, если самые первые гонения, то берем, опять же, Синод и первосвященников. И когда Петр и Иоанн исцеляют, чудеса творят, когда люди исцеляются, когда еще пять тысяч крестятся, то что происходит? Помните, что с ними сделали? Их быстренько взяли под стражу, привели в Синодрион, и что сказали? Замолчите! Не говорите больше об этом иду. Но как Бог действует в этой ситуации? Вы помните или давайте откроем книгу «Деяния»? Да-да-да, открывайте книгу «Деяния». Пятая глава откроет. Ну, пятый почитаем. Четвёртый почитаем, но мы почитаем пятый. Смотрите. С двадцать девятого стиха. Ну, в принципе, до конца. Кто-то еще, кроме брата Ивана, почитайте. С двадцать девятого стиха. Да, да. Кто-то же апостолы и ответ сказали. Должен повиноваться больше Богу, нежели человеку. Бог Отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесився на древе. Его возвысил Бог Тесницею Своею, Начальника и Спасителя, дабы дать Итраилю покаяния и прощения веков. Свидетели ему все мы, и Дух Святой, которого Бог дал поленующимся ему. Слыша это, они разрывались от днева и умышляли умертвить их. Ставший в Синедрионе некто фарисей именем Гамолин, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал, мужи евральские, подумайте сами с собой о людях Сим. Что вам с ними делать? Ибо незадолго перед Сим явился Ферда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин, и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассеялись от человека, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не отказаться ибо противниками. Они послушались его, и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли с Индриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Хорошо, спасибо. Вот теперь в свете пророка Захарии. Великий Иерей стоит, Сатана по правую сторону, чтобы противодействовать. Какую картину мы видим? Вот если так открыт в занавес материального мира, то что мы видим? Сатана через них, да. Что Бог делает? Что делает дьявол? Ну да, Сатана. Но если это от Бога, оно все равно не стоит. Сатана желает, чтобы эти люди, в конце концов, вообще погибли, чтобы их не было, чтобы они замолчали. Мы видим, что сколько ненависти и злобы у этих религиозных лидеров. Но присутствует среди этой толпы Бог. Он работает и действует через Гомониила. Он действует через Гомониила. Одного из них. И благодаря этому они остаются невредимыми. Да, побили, но они радуются от этого. Но остановить у Сатаны не получается. Но сложил ли он руки? Не сложил. Дальше в книге Иоанне описывается, что Ирод восстал и убил кого? Кто был первый убиенный за словами? Иаков. Вернее, первый это Стефан, да. А следующий кто был? Иаков. Помните? Чтобы доставить, там написано, удовольствие кому? Иудеям, да? Он его взял и казнил. Первым инструментом в руках дьявола это были фарисеи, книжники, симметрион, вся эта элита. Поскольку они имели большой авторитет среди народа, то народ тоже подключался к этому ко всему. По большому счету они руководили этой толпой, которая убивала Стефана. Они руководили толпой, которая потом будет кричать на стадионе в Ефесе. Помните? Велика Артемии да Ефесская. Завнимательно почитаете, там тоже эти иудействующие. То есть первый этап гонения, первый этап противостояния дьявол оказывает через евреев, через сродников. До тех пор, пока церковь, она в основном была сосредоточена в Иерусалиме и в Иудее, основной упор делался именно на евреев, для того, чтобы остановить церковь. Поэтому, если внимательно вы читаете послания Павла и Петра, то там прослеживается, эти послания написаны прежде, чем Геран писал. То там в основном идет ответ на какую нужду, в чем церковь нуждалась в первое время. Против чего противостоит Павел, Петр? Да, но в чем суть их заключается? Что они пытаются сделать? Закон. Они не хотят ее отодвинуть, они не хотят ее смешать, тем более, с тем самым свести ее на них. Потому что, если вы продолжаете соблюдать Моисеев закон, вы остались без кого? Мы остались без Христа в этом случае. Поэтому первые попытки лукавого, это чтобы смешать Истину Божью, Благодать Божью, Учение Христа, смешать с чем? С Моисеевым Законом. С Моисеевым Законом. А вот что касается послания Иоанна, здесь ситуация совсем другая. Здесь причина написания и дух послания по другому поводу. К этому времени, к этому времени, Иерусалима уже нет. Он стерт с лица земли. Храма уже нет. Евреи все рассеяны по всей земле. Власти у них уже такой нет. Более того, после разрушения Иерусалима они стали изгоями еще в большей степени, чем христиане. Поэтому они уже не имеют такого влияния на церковь. Но зато она придумала новую идею. О ней мы начнем говорить вот после первого года.